И в этот раз мы посмотрим гобои. Причем посмотрим в двух направлениях. Как в историческом срезе, то есть инструменты, которые предшествовали гобою в времена античности и средние века. И посмотрим семейство гобоев в том виде, в каком оно представлено в современности. Там тоже очень и очень много на самом деле инструментов. Ну, пожалуй, один из самых древних предшественников гобоя, который можно назвать, это авнос. Это инструмент, который был не только распространен в античной Греции, да вообще во всей античной культуре. Но и инструмент этот был распространен также в шумеракадской культуре, предшествующей греческой. Более того, даже предшествующей египетской по времену. Одно из самых первых цивилизаций на Земле. В чем суть этого инструмента? Деревянная или костяная трука, обычно небольшая, и трость. Основой отличительная особенность авлоса от флей, даже от сдвоенных флей. Авлос обычно двойным инструментом был. Это использование трости. Ну, вот мы видим античное изображение исполнителя на авлосе. Любопытно, что уже в эпоху высокой античности активно разрабатывалась теория изготовления трости. То есть кажется, что вот это вопросы, которые возникли относительно недавно, однако у Теопраз это целый трактал посвящен. Как изготовить трость для авлоса. Потому что это искусство нужно. Можете поговорить с современными габаистами, фаготистами, да, на вопрос о трости. Они их обычно все-таки покупают, они делают, да. делают их единицами музыкантов. Потому что это искусство, это действительно очень сложно сделать. Трость для этого инструмента, так как именно она дает зрубку, да. А сама трубка лишь определяет тембр и повышение, понижение тонова. Ну, посмотрим сейчас, как этот инструмент звучал, да. Ну, вот, попытка реконструкции шумерской музыки. Понятно, что это все очень относительно. Но зато здесь хватит. Это мы подберем, это мы тоже. Вот. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Этот момент, который недооценивается, а недооценивается он ими просто по определенной безграмотности культурально. Даже филологи говорят, что если разделить одну группу людей на две, и они проживут изолированно около тысячи лет, это будет два автономных языка. Абсолютно, то есть там ничего общего не будет, то есть они не смогут друг друга появляться. А это тысяча лет, а здесь речь идет о значительно более, больше, все-таки. И, наконец, тоже двойной Аблас, это, соответственно, уже скорее средневековое такое выдавание. Абсолютно. Абсолютно. Как видите, инструмент универсальный, подходит для разного типа музыки. Но отличие основное от двойной флейты, здесь, слышите, гнусарбы очень зовут, потому что здесь есть страсти. И это ключевое отличие инструмента этой группы от флейт. Опять же, авлас не обязательно был двойным, он наиболее часто был двойным. Но это мог быть и отдельный инструмент, как его непосредственный предок, это бомбардер. Это европейский инструмент, преимущественно европейский, который в средние века был очень популярен. Существовало разное, так скажем, семейство, целая группа этих бомбард, от сопроновых до басовых. Басовые бомбарды, безусловно, стали предшественниками, скорее, фобота, нежели гоборя. Однако верхние бомбарды, это можно отнести исключительно к раннему гоборю на семейце. Послушаем, как звучит этот инструмент, вот, тоже реконструкция. Совсем небольшой, конечно, крупнее, чем авлас, но совсем не гобой по размеру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Директор создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Своего рода такой сопроновый гоборность. Хотя, повторюсь, это просто сопроновая бомбар is no care, бывают разных размеров. Бомбард – это, соответственно, что-то вроде «горящее громовым звуком», если это слово перевести. Горящее, отгорение звука. Ну, очень резкий такой звук. А ГТ – это у нас «горец». Так что, явно «горящее». Ещё покажу фотографию. У меня тут были бомба. Вот, разного размера бомба. Видят, совсем крошечные. А ГТ достаточно большие. Бывают басовые, совсем крупные. Помимо этого, к этой же группе относятся и общеазиатские инструменты, известные под общим названием «зурна». Эти инструменты были распространены от Индии до Азербайджана. Фактически не было такой страны, чтобы там не было «зурна». Другое дело, что они по-разному более немножко называться, чуть-чуть по-разному выглядели. Ну, вот, в общем-то, традиционно «зурна». Тоже вы видите сразу же отличие от роста, наличие от роста. Зурна – один из древнейших музыкальных инструментов. Находились… Эти инструменты находят археологи, которым в три тысячи лет. То есть это гомеровское время. Время создания европейской культуры, как таковое. То есть время ветхозаветных пророков. Очень-очень старый инструмент. Понятно, что не настолько старый, как флейта, но очень-очень. Послушаем «зурна-ча». Сейчас обычно «зурна-чи» скорее в полуэстрадном стиле работают. Но инструмент от этого уже не нужен. «Зурна-ча» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть естественный славянский аналог, да, славянский аналог предшественника Габоя, это же лейки и брелки. Это тоже инструменты, которые всегда, в которых наличествует трость. Вот покажу фотографию, ну вот разного типа, да, с рогом и брелестерной. Изначально в народном оркестре, в самом первом существующем народном оркестре, оркестре Андреева, были не духовые инструменты, а когда он расширял состав чисто струнно-щипковых, он добавил джолейки и брелки. Вот. У нас есть возможность послушать, как эти инструменты звучали, потому что мастера современные, естественно, тоже изготавливают эти инструменты. Они в последнее время вообще пользуются достаточно большой популярностью. Вот послушаем разные джолейки. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Вот такие совершенно разные инструменты, однако их всех объединяет тот специфический звук, который производит рост. И посмотрев, соответственно, предысторию, теперь можно перейти прямо непосредственно в грудь Гобоя, как таково. Вот покажу две фотографии, в которых эти инструменты видны целиком. Здесь самый маленький на фотографии это мюзет, это пикаловый Гобоя. Далее наличествует разных, здесь их, насколько я вижу, 5 моделей обычных Гобоя, потом чуть-чуть больше, с самого-самого края, вот с той стороны. У нас Деамур, английский рожок, и самый-самый большой это баритановый или басовый Гобоя, что одно и то же. Из собственного Гобоя, как правило, это последний инструмент, как правило. Однако, ниже чаще используется инструмент немного из другого семейства. Видите, здесь самый большой инструмент это геккельфон. Геккельфон это не инструмент, это семейство инструмента, выпущенное фирмой Геккеля в начале 20-го столетия. Они и по трубке, и по клапанам отличаются во многом ГКП. То есть это иное семейство инструмента, просто очень похожее. Просто в качестве самого низкого инструмента чаще используется басовый геккельфон, а не контрабасовый Гобоя, который есть. Который такой же, как остальные Гобоя, просто крупнее. Просто это совсем не критический инструмент, контрабасовый Гобоя. Я вам его сегодня не покажу, и мы послушаем, но это большая лемкость. А геккельфон все-таки инструмент, так или иначе, в крупных городах во всех имеющихся. Начнем, соответственно, по порядку с сопронового Гобоя, с самого верха, с самого низа. Сопроновый Гобоя у нас называется мюзет, он в двух строях бывает, в строе С и в строе Ф, транспонирует и вверх, естественно. То есть на терцию малую и на квартую выше, чем Гобоя. Аппликатурно идентичны, ну, соответственно, если уговорит там диапазон условно от семи моля дале, от семи моля малой октавы дале третьей октавы, то здесь прибавляйте малую терцию или квартую, и вы получите диапазон мюзета. Для мюзета в музыке написано мало, скажу честно. Но я покажу фрагмент пьесы Франко Донатонио, это классик итальянской музыки второй половины 20-го столетия, он в 2000 году скончался. То есть получается по времени жизни, ну, примерно, как альфа-шмейтки. И стили и направления схожи автору Волнова, и пьеса для мюзета Соло написана в семи шестом году. Ее кусочек я вам и поставлю на пример возможности этого инструмента. КОНЕЦ Такой ясный и легко берущийся верх, который, конечно, не достигает веществе. на инструменте обычного габоя такие пиколовые габои еще в барочной плохо тоже применялись есть фотографии где без клапана еще до габоевской системы везет а вот собственно без клапанных габои барочной габои как выглядит то есть тут клапанов по пальцам считать можно совсем другая механика совсем другой корпус инструмента а в эпоху высокого классицизма в эпоху Моцарта использовались вот такие нечто среднее между современным и барочным в ту пору диапазон был от ноты до первой октавы до ноты ре третьей октавы ну фактически такой же как и сейчас я понимаю что сейчас многие выше продвинулись значительно однако последняя нота которую по классике играют на габои традиционно это все таки фа третий октавы ну так что не особенно он стал отличаться а внизу добавили да клапан он теперь си бемоль малых октавов ну покажу вам в качестве примера как звучит порученный габои это совсем другой инструмент чем обычный габои к которому мы привыкли однако является ему непосредственно предшествием как-то выдающийся дирижаут издатель филипп 5 века будет фрагмент из баховской контакты а 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 по контрасту включу современный габои Один из наиболее, наверное, ярких и известных концертов XX века – концерт Рихорда Штравлыс для Капурия. Рихорда Штравлыс В следующем семействе дробоя у нас будет дробой-дробой. Айна – инструмент, инструмент струля, который транспорнирует на этот раз вниз. То есть, если будет на лотадо написано Габоя, то здесь будет звучать на ля. Ля – соответственно, малая октавра, стыдой верхней. Он на большую торцию вниз звучит от Габоя. Инструмент тоже очень-очень странный. Использовался активно в эпоху баронка. И, соответственно, у нас будет возможно сейчас также сравнить по звучанию тембр барочного драмула и дэ-амула современного. Современный драмор не так часто употребляется в какой-то концертной музыке. Однако из таков сильно известных сочинений – это Булерура Валя, который обычно мучается все в России и играют на английском дашке. Оно написано в оригинале для Габоя драмула. Там у нас это соло, и поэтому его имя нужно набирать на английском башке. Тогда все будет в порядке. Покажу баховский концерт для Габоя драмула с оркестом. Просто, например, тембра. Это совсем не аутриотисты. Здесь прям и смычки на палец натянуты, да, с волосом. Здесь все как надо. Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это к английскому рожку Английский рожок создан был в начале 18 столетия, примерно 1720 год, то есть в эпоху творчества Баха, Генделя Однако современная его форма, так же как и всех духовных инструментов, возникла после Генделяновской духа, то есть вторая половина 19 столетия И опять же у нас есть возможность послушать как английский рожок, так и его страшного предшествия Это Габуй Декача Про Декача я чуть-чуть позже схожу, в данном случае начнем с английского рожка, просто послушаем, что он из себя представляет, а вот внешне покажу, как он выглядел в самых-самых ранних своих формах, к сожалению, но фотография низкого разрешения Вот он разобранный, да, из трех составляющих, но тоже видно, что там два-три клапана, не больно того А это будет сейчас звучать как современный английский рожок Он эфный, он кринтирующий, то есть аппликатура идентична Габуйной, диапазон идентичен Габуйному, но на одну кринку ниже То есть получается, если проводить аналогию со струнными снучковыми инструментами, это как альт То есть относительно скрипки, альт на квинту ниже Вот здесь тоже самое Будет фрагмент из концерта композитора Йозефа Фиала, это вот времен Моцарта, Бетхоллера, то есть это классицизм Моцарта 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 Гобойная семья 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 просто не дотянется туда никто, а если загнуть, то вроде как и можно дотянуться, но дерево оно не любит вообще, когда его гнут, то есть дерево это материал, это не пластик, и поэтому вот предел того, что можно было тогда сделать в этом направлении, в направлении басового капоя, условно говоря, басового, хотя это скорее тиноровый, конечно, капоя, английский рожок это у нас тиноровый капоя, хотя он и квинтирующий какая-то, и то выговорит, естественно, драма. А вот баховская контакция, как этот инструмент использовался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Запись, к сожалению, низкого качества по звуку, но это запись, где его показывают, чтобы не просто послушать звук, но еще и посмотреть инструмент, из того, что мне удалось найти. И, наконец, самым нижним классическим инструментом гобойного семейства, то есть классическим, в смысле, инструментом, который выпускают классические гобойные фермы, то есть не эксклюзивным каким-то инструментом, является боретановый или басовый гобой. Повторюсь, это одно и то же. Он октавирует от обычного гобой. То есть звучит на одну октаву ниже. Инструмент применялся не так часто, но самое-самое известное его применение, это соло из балета, из оперы, вернее, а он просто балетный номер, да, соломей, рихо-да-штраус, то есть танец семидухового. Собственно, это и включу. Вот такой инструмент. У него еще длиннее и более изогнутый эс, чем английского рожка. Отдельно, опять же, его достаточно сложно отличить, но внешне, если они все вместе лиственные, сейчас вернемся к изначальной фотографии, он, думаю, тут отличить его очень просто. То есть он намного больше английского рожка. Самый большой из стоящих инструментов, это есть боретановый или басовый гобой. Однако, это те инструменты, которые обычно выпускают фирм. Но из эксклюзива существует и контр-басовый гобой. Вот как он выглядит в разобранном состоянии. Сейчас прямо на контраст, включу контр-разобный. То же самое с овоей, с овоей. Только, к сожалению, видео не надо. По своему диапазону он идентичен по год. То есть он звучит на две октавы ниже, чем обычный гобой. И посмотрим, соответственно, геккельфоны. Повторюсь, что геккельфон, в отличие от ходячего такого мнения о том, что это и есть басовый гобой, это неправда. Целое семейство инструментов просто обычно функцию гобоя-контрабаса или гобоя-баса действительно выполняет геккельфон. У него, в отличие от обычного раструба на гобойных инструментах, у него такой шарообразный раструб. То есть внешне он сильно отличается. Да и сама трубка совсем другая. Вот геккельфоны на фотографиях. Обратите внимание на раструбы, но они совсем не гобойного типа внешне. Это инструменты придуманы в 20-м столетии, в начале 20-го столетия. Из того, где применялись басовый геккельфон, нижний представитель семейства, точно применялся в олипийской симфонии Рихарда Штрауса. А для геккельфона немного повыше баританового типа Хиндемит написал трио известное. То есть для айта смычкового, фортепиано и геккельфона. Смотрите, раструба со штырем, который, естественно, упирается как виолончель, потому что это уже очень тяжелый инструмент. Для того, чтобы было на руках держать. И Хиндемитовское трио по контрасту. Здесь тоже, к сожалению, видео не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 за счет вот этой чашечки, но такой весьма специфический для инструмента боковой группы. И покажу, вблизи здесь будет видео гекельфон, здесь можно его хорошо рассмотреть. Человек играет какую-то совсем безумно мимберализацию. Совсем безумно. Забавно я не научаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соответственно, видите, если я тякую лунду, то даже инструменты у вас надо оставаться. И у нас остается благо время, я специально его зарезервировал. Я всегда знакомлю хотя бы с одним известным концертом для инструмента, чтобы было некое впечатление об инструменте так или иначе целостное. Уже здесь мы все слушали во фрагментах. На этот раз это будет Джон Харбисон. Это классик современной американской музыки. Он уже в возрасте прилично. Вот как он выглядит. Это выдающийся композитор. Композитор в полном смысле этого слова классик. Композитор обладатель, сколько я помню, Кулицеровской премии. Опера, у которого шла Метрополитен опера. То есть композитор сверх востребован. Если все будет идти по плану и мы будем успевать, то из него мы еще послушаем литовый концерт DimaTorzok. Я его упоминал также вам в связи с флейтой, который весьма-весьма оригинально написал свой флейтовый концерт, где в первой части флейтист играет всегда синхронно со двумя оставшимися флейтами в оркестре в аккорде. Таким образом мы всегда слышим аккордовое звучание, что очень специфично, очень ярко, очень интересно. Но, безусловно, очень сложно для исполнения, потому что солист же он хочет играть свободно, а оркестрантам приходится его ловить все время. Этот концерт был заказан Сан-Францискским симфоническим оркестром, одним из наиболее известных американских симфонических оркестров. В общем даже есть дата. 18 октября 1991 года. То есть примерно времени вашего рождения. Итак, я буду вам помогать листать с другой стороны, а вы как-нибудь так сгруппируетесь, что вы можете сюда стульчики подставить, чтобы все нотки было видно. Война. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКО irgendj�izzatif. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть для какой-то музыки это будет подходить, а для музыки, написанной в более академической манере, это, конечно, непригодно. Поэтому приходится использовать скрытую полифонию, ну, в частности, как здесь было в 32-х нотах. Внутри проглядывают элементы мелодии. Он вот с 38-го года, то есть нот примерно тоже Шнитке, да, с 34-го года Шнитке, только вот благо дела Джона Харфиса, живое еще, да, и много работает. Из известнейших его сочинений это великий Гэтсби-опера, ее в интернете, если набить, то можно, по крайней мере, фрагменты посмотреть, как это сделано. А у меня также есть партитура Айтового концерта, которую я тоже надеюсь показать, чтобы посмотреть просто, ну, как инструмент живет именно в современном нам, да, контексте, не просто, как его там вот Рихард Штраус или Моцарт использовали, они давно жили, а как он существует сейчас, да, в творчестве авторов, которые творят современную музыкальную культуру. И одним из них, безусловно, является Джон Харфиса. Итак, тогда до следующего раза, в следующий раз смотрим группу планеток.